Здравствуйте! Вы смотрите новость МТРК. В студии работает Александра Солмина. И сегодня в выпуске. В Петропавловске в этом году появятся новые мечеть и храм. Глава региона в рамках своей рабочей поездки по областному центру посетил строящиеся объекты. Особо крупный размер. Полицейские задержали наркодилера. У него изъяли больше сотни граммов героина. Регистрируйся, не выходя из дома. С 18 января на портале ЕГОВ. Эта услуга доступна в режиме онлайн. И обо всем по порядку. Как идет реконструкция железнодорожного вокзала и готовы ли в Петропавловске к празднованию Крещения Господня? Глава региона Ерик Султанов в рамках рабочей поездки посетил ряд объектов областного центра. Подробнее в нашем материале. Так выглядел наш вокзал в 1904 году. Со временем требования к зданию менялись. Станция преображалась. И вновь здесь затеяли реконструкцию. Приступили к работам полгода назад. Сейчас монтируют крыши западной и восточной частей постройки. Строительство идет процентов на 70 уже выполнено. Мы вот сейчас с января месяца приступаем уже к монтажу металлочерепицы и алюминиевые окна. То есть все будет идти по проекту. Ну а далее это переход на центральное здание. Это то есть монтаж и строительство купола. Глава региона знакомится с ходом реконструкции на площадке. Фасад какой будет? Фасад в перспективе травентин. Камень. Бежевый цвет. Мы стиль взяли Астаны. Колонны, пилястры, витражи. Вокзал станет гордостью горожан, говорят подрядчики. Как и этот памятник архитектуры, мельница купца Муратова. Реставрацию промышленного сооружения начали в апреле прошлого года. Уже к лету обновленное здание будет готово принимать гостей. Здесь у нас торговая площадь будет? У нас два варианта. Или детский мир попробует сделать. Но весь коридор, всю коридорную часть у нас планируется под историческое. То есть картины будут. То есть мы сейчас обратимся к культуре, к Атемату, помочь нам звучку сделать в коридорной части про историю города. И про эту мельницу, чтобы она на трех языках была. Русский, казахский, английский. Внутри строители постараются сохранить уникальный стиль сооружения. Далее в программе рабочей поездки главы региона Ричпорт. Здесь готовятся к празднованию крещения Господня. Вот там женская купель, прямо над ней будет палатка стоять, чтобы женщины туда заходили, прямо внутрь. И там получается купать. Здесь мужская. Там будет стоять полевая кухня, бесплатный чай. Сильного мороза синоптики завтра не обещают. Столбики термометров покажут 11 градусов ниже нуля. Толщина льда в этом году 25 сантиметров. Безопасность горожанам спасатели гарантируют. В этот день здесь будут дежурить 16 человек. Столько же и на городском пляже, где тоже идет работа. Совершить обряд можно будет в трех купелях. Проруби поменьше для забора святой воды. А это уже мечеть в 20-м микрорайоне. И к ее строительству приступили в июне 2015-го. Сегодня большая часть работ уже выполнена. Но сбавлять темпы не стоит, отмечает глава региона. Фасад одновременно с куполами. В апреле надо выйти. Ну ладно, май пусть будет. И за лето сделать фасад. Мечеть сможет вместить до 700 верующих. Закончить объект строители планируют уже к декабрю. Севастьяно-Магдалининский храм, что в микрорайоне Береке, видно издалека. Его возводят с июня прошлого года на пожертвования прихожан. Сегодня ведутся внутренние отделочные работы. Под эти инженерные коммуникации все внутренние закончить нужно все. Грубо вот эту отделочную работу тоже полностью закончить. Вот эти откосы в охране все сделать. Отопление дать сюда. Вентиляцию сделать. И после этого, значит, да. После этого на роспись. Ну, тоже надо планировать на начало декабря. Вот его. В текущем году. Разбитые окна и обрушенные стены. Еще один объект в программе главы региона. Вот это заброшенное здание 80-х годов. Общежитие воинской части долгие годы пустует. Поезды делаете, и мы здесь общежитие сделаем для ДВД. Хорошее общежитие для ДВД. И надо это все в этом году закончить. Обеспечить жильем получится не одну семью. В трехэтажной постройке 90 комнат. Александра Солмина, Михаил Казначеев. Новости МТРК. В Акаинском районе 12 сельских округов. В каждом из них пройдут отчетные встречи с населением. На одной из таких побывала наша съемочная группа. Какие вопросы волнуют жители села Смирнова больше всего, расскажет Алина Бржанова. Сельское хозяйство, культура, спорт, социальная защита, образование. Аким Смирновского сельского округа Евгений Астернак рассказывает собравшимся, что сделано в этих сферах в прошлом году. По программе «Дорожная карта занятости 2020» проведен капитальный ремонт замены кровли в Смирновской школе номер один. Установлены 154 народных окна, отремонтированы отмостки вокруг школы, проведена реконструкция, ответ шахты и замена тамбура. Смирнова более 2000 дворов, где проживает порядка 6000 человек. Сельчане сетуют на отсутствие инфраструктуры. Водопровод зимой замерзает, дороги требуют ремонта. И у каждого есть возможность получить сегодня ответ на интересующий его вопрос. Пошли дожди, щебень весь ушел, осталась глина. Со школы вообще невозможно детям идти, вот эта глина засасывает полностью, и даже взрослых. Мы не стали поздней осенью делать, так как снег, это будет работа сделана, будет, можно сказать, впустую. Весной этот подрядчик, это дороги на гарантии два года, весной он отсыпет щебнем и укатает. Поэтому у нас такая снегоговоренность была. Требует решение вопрос по уличному освещению. В прошлом году на эти цели было выделено почти 3 миллиона тенге. Установили более 400 фонарей, но этого, по словам сельчан, недостаточно. По освещению у нас, чтобы хотя бы на каждый квартал поставили фонари, чтобы детям было, как ходить в школу, не по темноте. Попушкина начали делать по нашей улице и хотела, чтобы продолжили. На прошлой отчетной встрече сельчане озвучили 6 проблемных вопросов. Они получили свое решение. Сегодня их в два раза меньше. Со всеми сельский Аким пообещал разобраться, а также заверил, что в 2017 году в райцентре построят новые детские и спортивные площадки и займутся благоустройством центрального парка и торговой площади. Алина Боржанова, Рустам Тлюжанов, Новости МТРК. В госпрограммы и инвестиции в селе Чкалово Таиншинского района открылся кондитерский цех «Барракад». Это стало возможным благодаря участию в первом направлении проекта «Дорожная карта занятости-2020». На развитие собственного дела местная предпринимательница из госбюджета получила 2,5 миллиона тенге. На новом производстве работу нашли трое сельчан. А в райцентре в городе Таинше появился развлекательный комплекс «Люксор». Этот проект местный бизнесмен реализовал за собственные средства. Здесь есть кафе, бильярд, караоке и детская игровая комната. Позже будет и гостиница. Создано 32 рабочих места. И мы продолжаем. Употреблял сам и продавал другим. До 15 лет грозит Петропавловцу за сбыт и хранение наркотиков в особо крупном размере. 30-летнего горожанина по подозрению в распространении героина задержали во время операции «Паутина». С 16 января ее проводят полицейские региона. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. Задержали наркодилера во время спецоперации, когда он реализовывал очередную партию героина. Сразу 90 граммов. Еще более 20 граммов запретного вещества нашли в его съемной квартире. Сколько у вас изъяли граммов? Ну, я не помню точно. Торгование сами по трудах? Сам по трудах. Сколько доз в суд? 3-4. 3-4. Сколько стаж у вас там наркотического? Лет 15 есть. Задержанный раньше уже был судим за аналогичные преступления. О том, где и для каких целей он приобрел крупную партию героина, следователям еще предстоит выяснить. В отношении данного гражданина было возбуждено уголовное дело по статье 297-й, час 1-й, уголовного курса Республики Казахстан. То есть, незаконное хранение и приобретение наркотических средств в целях сбыта. Данная статья присматривает от 10 до 15 лет лишения свободы. С начала года это самая крупная партия тяжелого наркотика, изъятая на территории нашей области. В прошлом году из незаконного оборота вывели более 420 килограммов различного вредоносного зелья, почти полтора килограмма из которых – героин. Операция «Паутина» в Северном Казахстане продолжается. Кристина Горбаченко при поддержке пресс-службы областного департамента внутренних дел. Очередей в цонах станет меньше. Теперь получить временную регистрацию можно в режиме онлайн. Как узнали наши корреспонденты? Для регистрации по месту жительства теперь не обязательно спешить в цон. С 18 января на портале ЕГОВ эта услуга доступна онлайн. Чтобы пройти процедуру собственнику жилья и желающему у него временно зарегистрироваться, необходимо иметь электронную цифровую подпись. То есть воспользоваться услугой могут лица, достигшие 18 лет. Эта услуга будет занимать где-то 10 минут. Не надо будет посещать цон. Если у вас на руках есть электронная цифровая подпись, есть банкоматовская карточка, уже в цон приходить не надо. Вы сели дома через домашний компьютер, зарегистрировались, подали заявку. И в итоге результат услуги будет написано успешно, зарегистрирован временно. С момента вступления в силу закона о регистрации прошло 11 дней. За этот период временную регистрацию получили 3220 петропавловцев. Но работы у миграционной полиции пока не убавилось. Поток клиентов стабильно держится. В день они обслуживают около 700 человек. Из них больше половины по вопросам временной регистрации. Введение онлайн-услуги должно облегчить ситуацию. Насчет того, что онлайн, ну да, это легче, удобнее, быстрее. Хотя бы вот эти очередя. Но я только насчет онлайна узнал сегодня. Онлайн-регистрация, это, конечно, намного лучше, чем здесь. Потому что здесь занимает больше времени, уходит, нежели дома. Сидя на диване, можно зарегистрироваться. Удобно регистрацию, постоянную или временную регистрацию делать на онлайн, через интернет, чем приходить в сон и стоять несколько часами в очереди. Особенно для тех, у кого маленькие дети дома. Я думаю, должны люди, чтобы все знали, где кто живет. Чтобы и в полиции было понятно, что человек, где человек проживает, обязательно нужно, конечно, регистрация. На момент съемки еще ни один житель Петропавловска не зарегистрировался онлайн. По всем вопросам граждане могут звонить в бесплатный круглосуточный контакт-центр по номеру 1414. Жан-Сулута Стемирова, Казбек Арагбаев, Новости МТРК. В департаменте юстиции оказали более 95 тысяч государственных услуг. Специалисты ведомства провели встречу с населением, где подвели итоги 2016 года. Продолжит Ксения Куценко. Более 95 тысяч государственных услуг оказали в 2016 году. Работали в условиях новых реформ и задач, обозначенных главой государства. Следует отмечить, что органы юстиции Северо-Казахстанской области, один из первых в республике, завершили формирование электронного архива ЗАГС. Создание электронных архивов кардинально изменит процессы получения архивных документов, сэкономит время и средства граждан и в целом повысит качество предоставляемых услуг населению. Особое внимание уделяется защите прав и интеллектуальной собственности. Кстати, эта встреча также проходит в рамках реализации задач, поставленных президентом. Население необходимо информировать о работе департамента, о новых услугах, которые вводятся для удобства граждан, говорят специалисты. Таких в 2016-м было немало. Ни одна государственная услуга нами не была просрочена. То есть это очень важно для населения области. Также мы внедрили такой механизм того, чтобы мы могли бы зарегистрировать юридические лица в онлайн-режиме через сети интернет в течение одного часа. В плане регистрации объектов недвижимости у нас уже внедрена электронная регистрация. Сегодня все услуги можно получить в электронном варианте, отмечают в ведомстве. Широкое распространение, начиная с прошлого года, получила практика частных судебных исполнителей. Сегодня на их долю приходится основной объем производств. Чаще всего это взыскание алиментов или заработной платы. В настоящее время частных судебных исполнителей 47. За прошлый год на исполнении у нас находилось 64 тысячи исполнительных документов. Из них было окончено 27 тысячи исполнительных документов. Регистрация нормативно-правовых актов – одно из направлений деятельности департамента. В прошлом году 535 таких документов представили ведомства. 18 из них зарегистрированы не были. Ксения Куценко, Казбек Арыкбаев. Новости МТРК. Сейчас реклама на МТРК. Мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с нами. Новый год с новогодними скидками 50% на все. Ярмарка российской меховой фабрики «Армада». Только с 18 по 22 января. Норка от 189 тысяч тенге. Мутон от 35 тысяч тенге. А также нутрия, каракуль, головные уборы. Беспроцентная рассрочка. Кредит. Адрес. Улица Киншинбаева, 22. Областная филармония. Бывшее метро. Как часто у вас возникает необходимость встретить в своем городе важного гостя? Например, друга, делового партнера, коллегу, а может, дорогих родственников? Как создать для них уютную домашнюю обстановку, чтобы гости почувствовали, что их ждут с теплом и радушием? Чтобы их встретили в аэропорту, либо на вокзале, привезли в апартаменты, вовремя разбудили, накормили, предоставили интернет и спутниковое телевидение? На протяжении более 17 лет компания «Паркхаус» помогает в решении этих вопросов. С помощью комфортных апартаментов помогает людям чувствовать себя, как дома, набираться сил к следующему дню, отдохнуть на широкой кровати, приготовить себе еду, пользоваться интернетом, принять горячую ванну, наслаждаться просмотром любимых передач за кружкой горячего чая. Все, что вам нужно, это просто зайти на сайт parkhouse.kz и забронировать себе квартиру онлайн на нужное время и дату. Гостиничная компания «Паркхаус». Будьте как дома! И мы продолжаем. Экономические показатели за год и механизмы сдерживания цен. На заседании Общественного совета Петропавловска заслушали отчет городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства. Рассказывает Ольга Фазюлина. На совете заслушали отчет городского отдела предпринимательства и сельского хозяйства о работе в 2016-м. Промышленные предприятия в прошлом году выпустили продукции на 125 миллиардов тенге. Особенно отличились машиностроители. Если в 2016-м они выполнили заказов почти на 24 миллиарда тенге, то в наступившем 2017-м уже заключили контракты на сумму более 37 миллиардов тенге. В 2017-м году планируется реализовать 4 проекта. Стоимостью 2,9 миллиарда тенге создаем 260 новых рабочих мест. Это проект по производству лапши быстрого приготовления каш, бульонов, ТО «Римкасагра», кондитерских изделий ТО «Визовик Компани», по выращиванию и переработке шампиньонов ТО «Грибной мир» и облицовочного керамического кирпича ТО «Гиперкирпич СК». Петропавловцы активно участвуют в программе «Дорожная карта бизнеса». Одобрено 504 проекта, всего же по региону их 1028. 2016-й запомнился горожанам открытием сразу четырех крупных торговых центров. Сейчас строятся еще три. Мониторят специалисты и рост цен. На контроле 130 магазинов. Купить продукты по доступным ценам можно на еженедельных ярмарках, которые проходят на пяти рынках Петропавловска. В прошлом году продали товаров на 290 миллионов тенге. Ценовая политика вызвала горячую дискуссию среди членов общественного совета. Собственник торгового заведения – это кто? Это тот, кто сдал торговые площади в аренду. А как может арендодатель следить за ценами, которые устанавливает арендатор? Поэтому я думаю, что это не вина отдела. Отдел здесь повлиять на эти цены никак не может. В Министерстве нациоэкономики сейчас рассматривают вопрос о подтверждении административной ответственности за завышение цен на социально значимые продукты. Пока же это на совести продавцов. Однако с местными производителями можно договориться, утверждает Евгения Сальникова. У нас есть четыре птицефабрики, которые расположены в Казалжарском районе. Заключается ежемпортально меморандум на объем 8750 коробок. По фиксированной цене это яйцо реализуется в торговой сети. Отпускная цена первой категории – 195 тенге, второй категории – 185 тенге. Продажи – 215 и 205 тенге соответственно. Доклад приняли, но с оговоркой. Вернуться к нему в мае, но уже с анализом роста цен за три года. Также на совете рассмотрели вопросы образования избирательных участков и внесли изменения в целевые показатели программы развития областного центра. Ольга Файзулина, Шулдазбек Ермуканов, Новости МТРК. 19 января православные всего мира отметят крещение Господне. По традиции в этот день верующие купаются в проруби и набирают святую воду. В Петропавловске сделать это можно на городском пляже и в Речпорту. В четверг для удобства горожан в областном центре изменится схема движения автобусных маршрутов. На городской пляж североказахстанцев доставят «двойка», «шестерка» и «21-й», а в Речпорт поедут «24-й» и «25-й». В усиленном режиме будут работать спасатели, военнослужащие и стражи порядка. 19 января на дежурство заступят почти 150 сотрудников местной полицейской службы Петропавловска и областного ДВД. Их задача – охранять общественный порядок и предотвратить заторы на дорогах. В часы пик и в случае большого скопления транспорта движение по улице Потанина организуют только в сторону реки Исиль. А вернуться можно будет по объездной дороге в направлении микрорайона ДСР. Утром в 7 часов будут выставлены постовые наряды. Будет организовано дорожное движение по улице Потанина. Это в местах проведения мероприятия на реке Ишим. И через проезд район-микрорайон ДСР – это до Речпорта. При этом посты южный и рубеж будут ограничения транзитного транспорта, сельскохозяйственного транспорта, который будет проходить транзитом через город. Они будут осуществлять объезд через 20-й и рабочие микрорайоны. Обращаясь к водителям, чтобы были все терпимые, что придется в любом случае где-то ограничивать, где-то осуществлять объезды, потому что транспорта много и порядка 12 тысяч людей на пляже во время мероприятия. И к другим темам. До церемонии зарождения огня зимней универсиады 2017 осталось чуть больше недели. Факел в Петропавловске зажгут 26 января и пронесут его по центральным улицам города. Кому доверили эту миссию, узнавал Денис Севков. Огонь универсиады 2017 в Петропавловске зажгут 26 января в полдень. Церемония пройдет у первого корпуса СКГУ. 60 факелоносцев – это студенты и люди, внесшие вклад в развитие отечественного спорта, пронесут его по центральным улицам города. В их числе заслуженный тренер Республики Казахстан по конькобежному спорту Виктор Бондаренко. В году 70-м начал работать здесь в области, сразу стал старшим тренером, появились первые мастера спорта, в 70-м году стал заслуженным тренером. Нести факел – это, во-первых, почетно, потому что такие мероприятия, а универсиад – это очень грандиозное событие для Казахстана. И это факельное шествие, оно будет во всех городах, в столицах будет. 43 мастера спорта, из них 5 – международного класса. Столько подготовил Виктор Бондаренко за свою тренерскую карьеру. Говорит, сегодня надежда на медали у сборной Казахстана есть. Роман Креч – один из тех, кто может претендовать на золото. Мы на него надеемся, он должен принести в Казахстану медаль, потому что он не только, допустим, сильный в Казахстане или где-то на постсоветском пространстве, но он в этом году уже Кубок мира выигрывал. Международная зимняя универсиада пройдет в южной столице с 28 января по 8 февраля. В стартах четырехлетия примут участие более 2000 спортсменов из 55 стран мира. Казахстан будут представлять почти 170 человек. 8 из них – североказахстанцы. Денис Севков, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. Это были все новости на сегодня. Смотрите МТРК и всегда будьте в курсе событий. До встречи. О погоде на четверг 19 января. Пасмурно, ветер юго-восточный, скорость 2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 18, минус 20, днем 17-19 градусов ниже нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова